Здравствуйте! Это программа Перекрёсток. Меньше недели осталось до 1 сентября, до Дня Знаний, когда школьники пойдут в школу, и учителя пойдут в школу, и для родителей, что самое главное, и самое интересное, начнётся школа. О том, как она начнётся, мы поговорим с Марией Барабановым, начальником управления образования города Череповца. Здравствуйте! Здравствуйте, Евгения! Ну, пока не буду поздравлять с наступающим, но вспомню, накануне педагогический совет областной прошёл, Олег Ковшенников сказал, что линейки будут в очном формате. Так ли это, и как всё пройдёт? Ну, действительно, 5 дней осталось до 1 сентября. Встретим новый учебный год в традиционном формате, в очном формате, что немаловажно, с сохранением очной формы обучения. И линейки у нас пройдут для 1 и 11 классов, то есть для учащихся первоклассников, для выпускников. Мы планируем, конечно, на улице. Родители присутствовать могут, но с соблюдением всех санитарных норм и требований. То есть масочный режим должен соблюдаться среди родительской общественности. А так с удовольствием всех ждём. Остальные классы? Остальные классы по классам пройдут традиционно при кабинетной системе, но, тем не менее, мероприятия торжественные, которые посвящены 1 сентября, они, конечно же, будут. 1 сентября у нас среда, уроки будут? По-разному. Как правило, несколько уроков всё равно бывает. Ну, надо втягиваться. И тематический, конечно, урок какой-то будет проведён. Тем более, что в четверг всё равно школу идти. Конечно. О чём ещё говорили на педагогическом совете? Какие задачи состоят на год? Ну, на самом деле, действительно, говорили об итогах прошлого года, то есть как мы справились с точки зрения качества образования, как мы сдали единый государственный экзамен, основной государственный экзамен. Говорили о повышении качества образования в первую очередь. Говорили о том, как привлечь кадры в сферу, как привлечь педагогических работников в сферу, как повысить их мотивацию, как повысить именно вот с этой позиции качество образования. Конечно, говорили про родительскую общественность. Мы не должны забывать, что у нас есть золотой педагогический треугольник «Родитель-педагог» и, соответственно, ребёнок. Вот про эти все темы шло обсуждение. И вы видели, что губернаторам объявлена очень важная новость о повышении заработной платы работников бюджетной сферы на 10% с 1 сентября. Это ещё одна приятная новость. В системе образования практически каждый год происходят какие-то инновации. Что-то изменится в школе в этом году? Что-то появится? Существенных изменений не прогнозируется. Мы продолжаем работать в рамках действующих САНПИН. То есть у нас продолжится кабинетная система обучения за каждым классом. Мы продолжим закреплять отдельный кабинет, кроме нескольких предметов. Технология, физика, химия, где специализировано необходимое оборудование. Кроме того, несколько входов будет открыто традиционно в школах города. Расписание посещения столовой. Ну и плавающее расписание звонков для перемен. Кроме того, в этом году мы открываем ещё на базе одной школы, 44-й центр. Реализуем проект Добра школа. Это для детей с ограниченными возможностями здоровья, что очень важно. То есть это вовлечение в технологию, вовлечение в процессы, которые связаны с технологией. Это важно для детей с особенностями в развитии. Ну и в целом нужно сказать о том, что у нас увеличилось количество наших школьников практически на тысячу. Поэтому продолжаем работать. Но у нас и классов, как в Краснодаре, нет. Нет. Но есть по 12 классов. Все первоклассники пошли в школу, всем хватило места. Это однозначно. Все в школу идут. Как вы сказали, образование – это не только основная школа, но это и дополнительное образование. Что в этом направлении? Появится ли что-то новое? Откроются ли какие-то новые центры для детей? Вообще чем себя занять? Ну, на сегодняшний момент, вот буквально в ближайшее время, мы опубликуем в социальных сетях информацию о том, в какую кружок или секцию можно записаться. И на самом деле это нужно делать, потому что разнообразие огромное. В этом году мы открываем школьный технопарк впервые на базе 14-й школы в Зашекснинском районе. Школьный технопарк – это новшество вообще для Российской Федерации, когда Кванториум создается в поддержку школьного образования и дополнительного образования. Не зря вы сказали, что основное дополнительного действительно неотделимо. Кроме того, на базе Дворца детского и юношеского творчества, на базе новой школы 23, мы продолжим реализовывать проект по созданию дополнительных мест в системе дополнительного образования. Порядка двух тысяч мест существует по разным абсолютно направлениям, поэтому возможности достаточно большие. Ну а те точки, так скажем, притяжения, точки роста, когда при поддержке Северстали, в том числе в школах создавались некие объединения, они продолжают работать? И как вообще вы оцениваете их эффективность? Зашло ли школьникам? Понятно, взрослые-то, может быть, сказали, давай-ка сделаем, чтобы они нам не мешали. Судя по прошлому году, точно зашло. То есть с удовольствием идут посещения, школьниками в первую очередь, вы правильно сказали. Но вот в эту работу очень важно вовлекать и родительскую общественность. Конечно, сейчас в полной мере Санпины нам не позволяют проводить массовые мероприятия, но какие-то точные мероприятия с привлечением родителей, конечно, мы проводим, в том числе на базе наших учреждений дополнительного образования в том же детском технопарке, когда мероприятия участвуют и педагоги, и дети, и родители, и вот это совместное творчество, оно приводит к результатам положительных. Что сейчас больше интересно? Ну, судя по тому, что открывает технопарк, все-таки технические. Конечно. Техническое, естественно, научное направление, это сейчас вызывает живой интерес, даже с точки зрения уроков, ну, как мы их раньше, уроки труда, теперь это уроки технологий, и даже вот в этих уроках мы сдвигаемся в сторону цифровизации. Макрома ушла в прошлое? Оно не ушло, на самом деле, но оно трансформировалось, назовем это так. То есть оно стало более развернуто. Как интересно. Ученики отдыхали, но учителя продолжали работать, и в школах кипела работа. Я сейчас говорю о подготовке школ, как готовились школы к новому учебному году, успели ли все сделать наши уважаемые строители, приняли ли вы все школы, и что там вообще с 16-й школой, которая сейчас у нас таким образец, как можно капитально отремонтировать школу? Если говорить про 16-ю школу, к сожалению, мы пока ее не откроем, мы откроем ее в ноябре, но здесь нужно понимание со стороны родителей, учащихся, ждем красиво отремонтированно, действительно, правильно сказали, впервые, капитальный ремонт проводится за много-много лет. Что касается остальных учреждений, школ, детских садов, все к новому учебному году готовы, завершаем ремонты, есть еще нюансы, которые вот в последние дни завершаются, но в любом случае 1 сентября все дети пойдут в школы, в том числе в первый класс, в 11 класс, и прозвенит первый звонок для наших детей. Ремонтов на самом деле проведено огромное количество, частично они будут продолжаться, если не затрагивают и не мешают образовательному процессу, потому что огромное количество финансов из федерального, областного и городского бюджета вложено, это и ремонт кровель, ремонт системы отопления, водоснабжения, вентиляции, это замена масштабные окон, то есть комплекс работ, который, конечно, требует времени. То есть сейчас директора не жалуются на то, что вот у нас денег нет, нас внимания не обращают, то есть что попросил, то тебе и дали. Ну, не совсем так, есть система, то есть проведен аудит всех систем, центром комплексного обслуживания, выстроены приоритеты, потому что одномоментно, конечно, на все финансов не хватит, но очень важно выстроить приоритеты и по приоритетам поэтапно двигаться. Ну, а вообще, вот ходят сейчас такие разговоры о том, что все-таки старый школьный фонд, я имею в виду старые школы, к ним нужен подход и реновации, как в Москве с пятиэтажками, обсуждается ли это, и может ли, допустим, 16-я школа стать пилотным, и старые школы в Череповце все-таки обретут вторую жизнь, потому что ведь мы же там сломали все. Конечно. Ну, действительно, 16-я школа пилот, по сути, на этом пилоте мы и учимся, и мы, и строители, и все организации. Я думаю, что даже федеральные, потому что они такие. Конечно, конечно. Вот. Сейчас сделаны заявки еще на несколько образовательных учреждений, потому что, ну, что таить секрет, учреждения требуют капитальных ремонтов, и это несколько, конечно же, учреждений, а не одно, поэтому заявки направлены на федеральный уровень, очень ждем подтверждения. То есть на федеральный уровень, ну, это, конечно, большие суммы. Да, конечно, это суммы большие, потому что все-таки ремонт не текущий, и вложения серьезные. А технологии вы отработали, как детей распределить по... Да, технология отработана была в прошлом году, с апреля месяца, напомню, у нас дети 16-й школы были распределены по другим учреждениям. Повторюсь, что, конечно, конечно, может быть, это не совсем всем удобно, но стоит чуть-чуть потерпеть, и мы откроем красивую современную школу. Ну да, одну четверть. А новые школы, они будут? Новые школы мы ожидаем в 106-м микрорайоне. Также заявка направлена и с нашей стороны, и со стороны области на уровень федерации. Это тоже федеральный бюджет. Ждем подтверждения. Хорошо, мы тоже ждем. Школьное питание. Об этом накануне тоже был разговор с президентом, и самое главное, что об этом говорили дети. Я думаю, что вся родительская и детская общественность разделилась ровно пополам. Тому, кому школьное питание нравится, и как мы уже начали сегодня говорить на детском жаргоне, заходит. И тем, кому категорически не нравится, несмотря на то, что вы там изобретаете итальянскую кухню, внедряя французские блюда, во-первых, что с этим делать, и делаете ли вы что-то, и как будут обстоять дела с питанием в этом году учебном? Вы правильно сказали о том, что всегда есть люди, которым что-то нравится, а что-то не нравится. Но наша задача в первую очередь сформировать правильное питание. Правильное, полезное, сбалансированное питание для каждого ребенка. Конечно, оно должно быть вкусным. И для того, чтобы понять вкусы детей, мы уже говорили о том, что мы проводим опросы. У нас есть так называемый родительский контроль, когда, в принципе, абсолютно любой родитель может, договорившись со школой, прийти и проинспектировать, а как кормят его ребенка. Попробовать самому. Дать какие-то резонные предложения, замечания. Мы абсолютно открыты для этого и готовы, самое главное, меняться. Не зря вы правильно сказали, появляются новые блюда. Они появляются не просто так, они появляются как раз на основе опросов наших детей. Чтобы все-таки и детям было не просто интересно, еще и вкусно и полезно. Ну и формировать здоровые привычки. Ну я напомню, что у нас дети с 1 по 4 класс питаются бесплатно. И дети с 5 по 11 класс. Есть льготные категории, 3 льготные категории. Кроме того, дети с ограниченными возможностями здоровья тоже двухразово питаются бесплатно. Но все-таки первоочередная это, кто главный повар, кто формирует вот это меню? Центр социального питания на основе, в том числе учитывая предложения детей и родителей. Как можно оставить? Оставить предложения можно либо на сайте школы, есть обратная связь, либо на страничках в социальных сетях. У нас есть страничка в социальных сетях Центра социального питания, которые с удовольствием принимают абсолютно любые предложения по организации школьного питания. И кроме того, кроме того, еще раз повторюсь, любой родитель записывается, приходит вместе с коллегами из Центра социального питания, смотрит, как организовано питание каждого ребенка, пробует какие-то предложения свои, вносит. Хорошо. Кадровый вопрос. Вы уже начали говорить об этом, начали говорить еще вчера на педсовете, начали разговор сегодня. Насколько острый он стоит сейчас в Череповце и вообще что делать? На самом деле кадровыми вопросами мы занимаемся достаточно давно. Действительно, это вопрос очень важный и, наверное, первостепенный. Учитель, воспитатель стоят во главе всего образовательного, воспитательного процесса. Ежегодно не хватает порядка ста педагогических работников. Конечно, конечно, и это очень хорошо. В сферу приходят молодые кадры, порядка 70 человек в год приходит. То есть это выпускники высших учебных заведений, которые приходят в наши детские сады и школы. И на самом деле здесь огромная роль муниципальной власти, это поддержка с точки зрения финансовой помощи, различных социальных выплат, которые осуществляются и для самих работников педагогических, и в том числе отдельно для молодых педагогических работников. Мы полностью пересмотрели систему мотивации педагогических кадров, в том числе это выплаты за наличие победителей призеров Олимпиад, за наличие стобальников. То есть это система мотивации, которая, по нашему мнению, позволяет привлекать и удерживать кадры, главное, в сфере. Ну и поддержка наших молодых кадров, когда очень важно на первом этапе дать некий старт, чтобы удержать молодого педагога в детском саду, либо в школе, чтобы он продолжил работать. Это система наставничества более опытных коллег, ну и другие меры. Но вообще ведь просто деньгами мотивацию не создашь. Есть ли какая-то возможность карьерного роста, интересной самореализации внутри школы? Для этого существует так называемая школа молодого учителя в городе, куда входят опытные коллеги. Как раз вот она создает систему мотивации нематериальную, когда молодой коллега может принимать участие в различных мероприятиях, которые проводятся в городе, в области, когда они могут обмениваться опытом внутри своих направлений, да, по своим предметам, когда они могут получить помощь и поддержку. Ну, элементарно доброе слово, которое тоже очень важно. Интересно молодежи, работая в школе? На самом деле, с тем, с кем мы общаемся, да, интересно. Интересно работать с детьми. То есть они приходят с осознанием того, а не потому, что у меня диплом, я пришел, ну вот возьмите меня. Мы как раз этого добиваемся. И мы в прошлом году создали педагогические классы на уровне 10 класса. В этом году они уже переходят в 11 класс. И в этом году мы продолжили набор на уровень 10 класса, потому что, вы правильно сказали, про осознанность. Осознанность нужно формировать уже на уровне выпуска и школы. Профориентация. Правильно. То есть когда я иду в высшее учебное заведение, я уже должен немножечко понимать, а кто такой учитель. И как раз в педагогических классах за учеником закрепляется первоклассник. Они уже смотрят, как проводят уроки. То есть они уже в себе осознанность начинают формировать. И вот эта профориентация как раз на уровне 10, 11, да даже 9 класса очень важна. Еще один момент. Это не отставать от учеников, которые объективно начинают, быстрее познают вот этот мир. И цифровой мир, который меняется. Не то, что каждый год, каждую неделю он меняется, растет вперед. И вот прокачка вот этих скиллов, она учителю доступна, интересно и помогаете ли вы вот в этом развитии? Однозначно, да. Ну, самое главное, да, наверное, заслуга и гордость учителя, когда ученики его превосходят. Превосходят. Это однозначно, но вы правильно сказали, что нужно учиться. В прошлом году очень много внимания уделяло цифровой трансформации. Вот именно этой тематике у нас большинство наших педагогов проучились по этой теме, потому что в каждом учреждении в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» было поставлено оборудование. Нужно было научиться на нем работать. Но не просто работать, а еще и применять с точки зрения методики в образовательном процессе, на уроках, в неурочной деятельности. Мы, конечно же, то есть мы со своей точки зрения оказываем методическую помощь. У нас есть городской методический совет, где работают опытные методисты. У нас есть инновационные площадки по различным темам, которые прорабатывают тот или иной вопрос и дальше уже транслируют для всей педагогической общественности. То есть вот так происходит взаимообучение. То есть за партами все-таки сидят учителя. Да. Это главное. Буквально несколько минут у нас осталось на поздравления с наступающим праздником. Пожалуйста. Ну, действительно, хотелось бы в преддверии нового учебного года поздравить наших дорогих череповчан и больших, и маленьких с наступающим новым учебным годом. Самое главное – это новых открытий, новых впечатлений, новых эмоций, ставить амбициозные цели и, конечно же, их достигать. Ну, а в день 1 сентября самое главное – это солнышко, прекрасной погоды осенней. Конечно, радости встреч с коллегами, радости встреч с друзьями. Школы, детские сады ждут всех. Вот теперь я поздравляю с наступающим, пусть все будет хорошо, пусть вся общественность, которая находится в сфере вашего образования, только радует вас. Ну, и приходите в гости, всегда рады. Спасибо. Спасибо. О наступающем 1 сентября, новом учебном годе, планах на него мы говорили с начальником управления образования Череповца Марии Барбановой. Это была программа «Перекресток». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова